Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о Т-44-100Р, а именно о том, как мне удалось получить три отметки на ствол. Это было очень длительным и интересным, особенно в конце приключением, и я думаю, оно вам понравится. Вообще, лично я испытываю в этом всем те самые эмоции, которые в этой игре как бы для меня уже давным-давно исчезли. Я уже не трепещу от новых веток, не пищу от выкачивания очередного танка или очередного према, которым удалось управлять. Все это уже не возбуждает так, как раньше, потому что, ну типа, чего там интересного? А вот именно превзойти себя на очередной машине, добиться высоких результатов, это то, что меня сейчас больше всего волнует и интересует, потому что это дарит эмоции. Оно, конечно, дарит целый, не знаю, целый вагон негативных эмоций и капельку-капельку счастья в конце. Я уж не знаю, стоит ли это капелька счастья вагона негативных эмоций, но тем не менее. В общем, для меня это хоть какие-то эмоции в танках, а это значит, это интересно. Еще большая проблема в том, что я не могу это делать на стриме, потому что здесь, ну, когда играешь на высокие достижения, то я не умею играть, одновременно веселиться, следить за тем, как выглядит мое лицо, какая мимика, что я говорю и так далее. Из меня бывает, пока я играю в соло без всяких стримов, иногда и злоба какая-то прыснет, и какое-нибудь что-нибудь крепкое словцо вылетит. Все это, конечно, не для стримов. На стримах получается у меня скорее больше делать интертейнмент, контент, говоря по-русски просто развлекательное что-нибудь, чтобы было весело и смешно иногда. А что-то серьезно и одновременно с этим еще играть хорошо получается у меня так себе. Поэтому все это, как говорится, остается за кулисами, не стримить и отметки получается у меня крайне слабо. А именно, скорее получается злой и негативный стрим, чем результативный. Так, в общем-то, было и в этот раз, только без стрима. Дело в том, что отметки это вещь такая. Поскольку я довольно эмоциональный человек, для меня я не могу вот так вот просто взять, собраться и играть стабильно хорошо на протяжении длительного количества времени. Потому что, почему из меня никогда бы не получился никакой киберспортсмен, потому что именно из-за этого. Когда что-то не получается, я очень часто опускаю руки и начинаю злиться. А это последнее, что нужно. Потому что, когда ты злишься, совершаешь ошибки. Когда ты злишься, то ты делаешь не хорошие вещи, неадекватные. И, как правило, от злобы, поскольку совершаешь ошибки, еще больше оттягиваешь себя назад. И это самая большая проблема, которая была у меня со всеми этими отметками. До тех пор, пока, короче говоря, цели нет, ты можешь играть как угодно хорошо. Но как только цель ставишь, то начинается как будто бы огромное сопротивление всего остального. И союзники не те кидаются, и карты не те, и три арты, и бои с десятками. И все подряд вообще вот прям на голову сыпется. И я, в общем, наверное, в очередной... Ну, это не первый заход, когда я начинаю там примерно с 92%, не первая ночь, так скажем, которая начинает с этого, вроде бы, не самого сложного этапа. 92, что там, один хороший бой, уже 93%, 94, 95% уже счастливый. Мы получаем отметочки, и уже можно, как говорится, идти гулять. Но заканчивается вся история обычно тем, что ты попадаешь в серию из боев, где невозможно настрелять. В серию провальных турбосливных боев, или в серию боев на коридорных картах против десятых уровней, где каждый из этих десятых уровней занял какую-нибудь свою точку. И ты не можешь нормально быть, типа дамажиться, постреляться так, чтобы вот, ну, надамажить, не умерев при этом, естественно. И как только заканчивается вся эта эпопея с отметками, цели особо уже играть высоко нету. Ну, вот, например, чтобы сделать картинку для этого видео, я поехал еще в бой, сыграл, выпала карта степи, отлично танк поскринил, ну, а заодно и 5000 настрелял, и полторы посветил. Чтобы вы понимали, для 8 уровня, для Т-44-100, это очень круто. Ну, это просто было уже без цели, пофиг уже, ну, чуть ли не зевая, потому что, ну, вот уже иначе не получается. Но, когда дело касается того, что надо, когда дело касается того, что нельзя, плохо, потому что каждый бой плохо делает необходимым сыграть два боя хорошо, а это время, а это очередные нервы, когда ты должен сыграть два боя хороших, а если ты сыграл опять два боя, но плохих, это вообще еще дальше вниз, ну и так далее. Короче, эмоции было у меня просто, сойдешь с ума. Ну, и, в общем, как это было фактически, потому что именно это, наверное, самое интересное. Ну, типа, настрелял и стрелял, кому какая разница. А вот то, как это было, это прикольно. Итак, в общем, первый бой, который мы сейчас смотрим, это карта Берлин. Здесь я вообще принимаю решение не ехать на СТ-шное направление, скажем, на J и К, туда, в горизонтали, а поехать именно в город, мочить тяжей, в конце концов, тяжиты 8 уровня, их можно еще куда-нибудь пробивать. И, в целом, у меня здесь удается. Единственная проблема, вот сверху, справа от центра, счетчик отметки, на него не смотрите. Это видео записано не с игры, а с реплея. А там что-то мотик заглючил, и он показывает неправильно это все считает. По каким-то там своим, не знаю, по каким причинам он считает неправильно, бог с ним, в игре голон считает более-менее верно, более-менее об этом чуть позже. И это просто бой перед тем, когда оно случилось. Это время на часах примерно с 7 утра. В конце боя там будет время начала этого боя, в итоге их написано, обратите внимание, это то, когда, а я, чтобы вы понимали, сел, наверное, где-то часа в 3. Для себя открыл такой простой лайфхак, что мне не получается стабильно, высоко играть в обычное время, когда играют все. Это вечером или ранней ночью. Тогда играют все, и играют, как правило, ну, нестабильно, так скажу. Нестабильно означает, что нет никакой логики часто. Иногда противникам необходимо срочно выиграть за 3 минуты, хотя в этом никакого смысла, чести, интереса нету. Но очень много играющих им вот, о, у нас кучка собралась, поехали в атаку, все быстренько побеждаем. Так часто бывает, побеждаем, проигрываем. Во всех этих боях, в коротких, много настрелять обычно не получается. Ну, а часто так, и других, короче, полным-полным случаев. В общем, для себя я выявил, что в последнее время наиболее стабильно и, скажем, сонно люди играют уже ранним утром. Или супер-мега-поздней ночью. Поэтому я сажусь в 3 и до утра, до рассвета пытаюсь, пытаюсь. Почему? Что происходит тогда? Да, фиг его знает, игроки играют сонно и, как правило, играют соло. Нет ни одного взводного игрока. Кто же ночью-то играет с кем-то взводом? И получается, что у нас был такой вот хороший бой. Здесь отметка на счетчике пока 95,7, а по идее она получилась где-то, что-то типа, около 94 с копейками. То есть после этого боя, если я сыграю еще один подобный или лучше, что лучше, то отметочка у нас будет. И, наконец, загружается карта в монастырь. А этот бой я уже записываю прямо во время игры. То есть здесь все счетчики сверху, они как раз есть правильные. Почему сейчас показывается 93? Ну, это типа, модик показывает, что если я сейчас умру с нулем, то отметка будет вот такой. А чтобы она осталась на том же уровне, на котором я бой начал, она должна сравняться с той циферкой, которая написана справа от этих красных процентов снизу. То есть 2900 это моя планка суммарки, которую нужно нанести в бою, чтобы отметка не упала. Ну, а чтобы она возросла, нужно сделать, конечно же, больше. Еще раз, это бой, когда, наверное, уже 7.20 утра, 7.30. То есть я, признаться, обычно в 6 уже сплю, а тут решил задержаться. И надо ли говорить, что я здесь максимально сонный, уставший и уже лыка не вижу. Но мужик сказал, как говорит сам себе, мужик должен доделывать. Я сижу, доделываю, уже ничего не соображаю. Обычно такого на стримах не видите вы, но в этот момент рассвет. И этот рассвет мне светит прямо на монитор. У меня весь компьютер, полэкрана практически не отсвечивает, ничего не видно. Я не вижу ни миникарту, я не вижу ни команду противника в ушах, потому что цель одна. Цель одна. Все, нет, ну как бы, нет шага назад, никакого. Мы не отступаем, просто ломимся вперед. И загружается карта монастырь, где я вижу наличие двух ЛТшек в команде, которые решают поехать, собственно, на восьмую. Ну, а раз они поехали светить, то я поехал стрелять, и кое-как тут что-то получается. Здесь наезжаю на имбу. Чувак встал так, что закинул, ну скажем, морду вниз. Я не могу в НЛД его пробить из-за наклона, и не могу выцелить его врага. Ну, в смысле, в шишечку. Как он меня сам не пробивает, и не убил при этом? Я не знаю, я просто подумал, воу, 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 это уже такое, ну типа, а-ля какой-то наркоманский бред я сейчас сделаю. То есть, что я, бьюсь об стену сейчас головой? Тогда, когда каждый бой, каждый выстрел важен, и чтобы в очередной раз не откатиться назад, необходимо держаться и сражаться. Я решил вот так вот об стену разбиться? Нет, нельзя. Отсвечиваюсь, уезжаю назад. Он два раза меня не попал-то, чувак. Это к вопросу о том, что бывает случай, когда мне фатально не везет. Тут случилось как раз наоборот. Мне немножко повезло. Уезжаю, живой, слава богу. И вижу, что здесь на центре есть ЛТшки всякие разные, и из центра можно пострелять. Ну и самое главное, на что я рассчитываю в этом бою, это то, что на первой-второй противники доминируют, и они, скорее всего, наших разорвут. А если они наших разорвут, куда они поедут? Скорее всего, поедут нашу базу в ее сторону. И здесь, с центра, с карты, вот из этих вот домов и кустов рядом с ними, можно столько стрелять по ним, что прямо аж устанет рука, как говорится. Но они еще ехать не начали. И даже близко еще ехать не начали. А заниматься чем-то уже нужно. И я сижу и думаю, а что же я уехал-то? Там вот две елки влетели в спиду ко всем этим ПТХам, их всех разорвали. Может быть, стоило мне оставаться тогда уж там. Ну и начинается обычно эта гонка мыслей, когда, ну вот, ты понимаешь, что в этом бою могла быть третья отметка, и эпопея из трех ночей может закончиться, наконец, с победой. Ну, а я вот почему-то поехал сюда, и что теперь? Ну ладно, раз уж приехал, вижу, что Бураск стремится убивать этих елок. И его я тоже пропускаю, потому что он уже ушел в сейф, я до него там не достреляюсь. Но Одесс, может быть, подставится и что-нибудь здесь наклюется. В целом, позиция у меня пушка. С нее можно офигенно много настреливать. Проблема лишь только в том, что нет, пока враги не поставляются, и как-то все, как-то вот все не очень. Здесь уже сонные грабли не попадают в ЕБР второй раз, хотя могли бы. Одесс стоит так почему-то, что вообще меня здесь не выцеливает, он не помогает своей команде. Очень странно, играет чувак, я бы его здесь хорошо расстрелял. Ну, зато едет елочка, и я ей набрасываю. В это время замечаю по миникарте, что батюшке, во-первых, лампа загорелась, елка меня освечит. Во-вторых, поперла, поперла на нашу базу на целое то самое вторжение, которое я, собственно говоря, с самого начала и ждал, где я и должен быть тем, который должен это все останавливать и стрелять. Ох, если бы я сразу здесь стоял. Два выстрела по этим лтшкам, возможно, самая меньшая проблема, которую в этом бою удалось создать, собственно, мне, как обычно. Не потому, что я тут плохо играю и создал себе проблему, потому что я играю недостаточно хорошо, чтобы проблем здесь избежать. Вот в чем дело. Остаемся мы буквально-таки в команде в шестером. Забегая вперед, скажу, что это еще, ну, скажем, цветочки. И у нас здесь счетчик какой? 93 и 99. Практически 4% я из нужной нормы настрелял только 2 трети. Чтобы не свалиться вниз. Не для того, чтобы вырасти. Для того, чтобы не свалиться вниз. Тут какой-то затишек. Першинг не едет. Француз не едет тоже. И беда. Нужно что-то продолжать делать. В кого-то выцеливать здесь. Ну, что ты будешь делать? Брал упреждение. На всякий случай, но чувак подставляет мне ВЛД, как знал, и не полетела в него. Здесь сушка мешает немножко, но мне удается запихнуть пульку мимо нее и домом, попадая в лиса. Сколько же много сейчас лисов, ребят. А это такой танк неприятный. Ну, в том смысле, что он сильно больно бьет. И его не так и просто пробить у него. То ВЛД под хорошими углами, то башня не всегда пробьется даже голдой. Реально, танк такой. Но то, что бесячий, создающий проблемы и сложности. Каждый раз о нем думаешь, как в не самом-то простом противнике, скорее всего, сейчас играют на лисах те, которые выполнили марафон, а не те, которые купили. Те, которые купили и поиграли уже в первый день, и потом им надоело, как обычно, как всем, кто покупает марафон. А тем, кто выстрадал, тем надо сейчас, как говорится, наигрывать свое. И, как правило, игроки-то эти, знаете, прям, ну вот зверь, лютые. Это далеко там, не те мальчики для беке, которые едут спиной вперед. Нет, 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 это бойцы, которые знают, как встать. Ну, кроме этого парня, он что-то там совсем, так сказать, расслабился. Ну, зато дал мне альфу, теперь я уже двухшотный. А это, скажем так, немножко насковывает, потому что приехал еще один чертов лис. А у него 600 хп, у меня 400, он убивает меня с двух ударов, а я убиваю его с трех. Как его развести? Сложно, потому что его, во-первых, не так и просто выцелить, не так и просто пробить, но союзник ему вломил. Кстати, то, что он сейчас сделал, союзник вломил ему хорошечно, это пошло мне в копилку, потому что я, оказывается, этого парня светил. И этим выстрелом я выхожу в положительную динамику по отметке. Сейчас уже счетчик 94 и 41, сверху видите. Ну и что делать? Сверху приехал на монастырь, собственно, вкусный тяжик, забегая вперед, он там приедет не один. И нужен ли мне ваншотный какой-то хрен на лисе? И я прямо не знаю. То есть это вот на тот самый момент. То есть мне сейчас, да вообще каждую секунду подобных боев, когда играешь на результат, важно стрелять по врагам с уроном. Независимо от того, что происходит вокруг, если вокруг гроза, там дождь, снег, слив, все что угодно, ты должен стрелять по с уроном. Если неминуемо проиграешь, то до этого момента тебе нужно продолжать стрелять по с уроном каждый раз, независимо ни от чего. Чтобы именно это было самым важным, это самая главная задача и цель. Ну что делать? Вот и все. Мы остались вдвоем, всех остальных убили, ваншотный лис, которого хреном выцелишь, и проезжает какой-то чертов удес туда, вот еще сверху. Он на счастье привозит мне еще 500 очков асиста, потому что я его подсвечиваю для союзного нашего сушечки, для союзной ПТХи. И у нас начинается дуэль с лисом, я не могу. Ну, у меня, признаться, руки немножко. Ну не то, что трясутся, просто усталость сказывается такая, что внимательность, цепкость рук и это вот все, плюс неудача, она приводит меня вот к этой ситуации. Когда лис сравнял нас друг с другом по, скажем бы, ваншотности. Теперь он меня убивает, я его убиваю. Сверху защитник и француз, которого тоже хочется, так сказать, нагибать, расстрелять где-нибудь, куда-нибудь сейчас поет, неизвестно. И тут, наконец-то, я наплевал на выцеливание всех этих катков, нижних бронелистов и прочего, просто ломаю ему башню в лоб прям, и повезло. Наконец-то, справляемся. Волнение, потому что до того, когда можно будет петь песни и открывать, как говорится, шампанское, остается 0,8%. Мне нужно еще раза 3-4 в кого-нибудь попасть с уроном. В этого кого-нибудь, а в них по меньшей мере 1077 хп, да, сверху счетчик показывает. И со всем уважением мне нельзя сделать так, чтобы их убил мой союзник. Потому что он их убьет, окей, и мне еще нужно будет сыграть бой. Сыграть бой, где нужно будет нанести, как по меньшей мере, 3000 урона, чтобы отметка пошла в положительную динамику. И здесь, о чудо, едет тяжик. Я даю ему раз, отметку, заметьте, 94,99, и по чуть-чуть засвечиваюсь, хотя не ясно. Вроде бы через куст стрелал, куст был далеко, видимо какой-то чахлый куст. И вот еще, я еще раз в него стреляю, еще один раз дам ему с уроном, и все, и я победил. Но здесь я выезжаю так, что подсвечиваюсь, видимо, сквозь куст или что-то типа того, и я не понял, что. И он меня убивает. А может быть он просто проблайндил куст, или... Я не знаю, может быть я светился, я уже, понимаете, это было 7 утра, я уже ничего не соображал. Просто хотел уже попасть с уроном, и мне было пофиг на все проблемы, которые могли бы возникнуть. И что делать нахрен? 94 и 99. Мне не хватило одного выстрела. Как так? Одного чертова выстрела. Я их столько в этом бою сделал, столько зафейлил, естественно. И почему мне одного-то не хватило? Одного выстрела. Или маленького подсветика какого-нибудь, или еще чего-то. И победа, поражение, это вообще не имеет значения. В этом, в этих отметках абсолютно насрать на все командные достижения. Главная задача тянуть на себе одеяло. Настрелять и нацветить. И как же так-то? И как же обидно-то было? Я с такой силы по столу стукнул. Если бы тогда вы это видели на стриме, если бы я стримил, то там вебка прям покосилась, потому что монитор развернула. Злость была дикой. Злость была дикой, ругань была громкой. И я понимаю, что, блин... Ну просто после таких боев обычно что бывает? Что бывает после таких боев обычно? Все вы знаете, что ты провалился вниз, и все капец. И тебе нужно потом сыграть еще один, а ты проваливаешь. Сыграешь там с нулем, например, и пошло опять потом уже кругу. И я просто смотрю на эти цифры. Скрестил пальцы на руках, пальцы на ногах. 94-99. Может быть модик неправильно посчитал. Может быть какая-то ошибка округления не в ту сторону случилась. Может быть игра посчитает по-другому. Или еще чего-нибудь случится. И оно вот, знаешь, зависло все. Выход из боя. И появляются итоги. И тут у меня... Уф... Просто отлегло. Это прям вот... Это маленькая... Маленькая-маленькая доза счастья. Которая вот для меня сейчас по эмоциям, наверное, шкалит больше всего. Хотя, да, это было 7 часов 21 минута утра. Главное, самое смешное, что и модик посчитал мой урон. Ну, и подсвет, то есть всю сумарку правильно. И, то есть, не было никаких блайндов и шального засвета. И тут все написано. Почему-то модик неправильно посчитал. Игра правильно. Игра, ты лучше. Спасибо тебе, что посчитала правильно. Спасибо вам, друзья, что посмотрели это видео. Желаю всем удачи. Если вы тоже фармите отметки, потому что это реально единственное в игре, что еще осталось, что будоражит эмоции. Спасибо, жмите лайк, подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok